всем доброе утро мы сегодня поговорим о том об обучении какое обучение что мы учим что мы знаем зачем нам это обучение ничего мы учимся и какие бывают обучения столкнулась с тем что привет дождем сейчас так отлично воля попросись в эфир здравствуйте привет я как раз только начала сегодня мы хотим поговорить об обучение какое бывает обучение кому какое нужно обучение что на этом обучение вы получаете для чего вам это нужно сегодня в эфире вместе со мной меня зовут сандулана я руководитель школы профитнес и со мной сегодня в эфире ольга ольга представьте кто ты сейчас на данный момент как не как инструктор чем ты занимаешься какие методы преследуешь чем и где-то ведешь где-то работаешь и так далее ой как вы помните мы начинали вместе с вами я начинала она юрьевна и мне она юрьевна очень много дала в свое время я проходила все что только можно благодаря вот они я начинала работать с организаторства из тренерства одновременно и потом я пришла к тому моменту что нужно было выбирать либо уходить в тренерство либо оставаться в организаторстве чтобы во что-то любого убиться я ушла в тренерство но по пути к этому общаясь со своими коллегами фитнеса я начала понимать одну вещь что мой уровень семинаров повышается и приходя на эти семинары большинство людей не понимают вообще с чего в принципе начинается становление тела и я создала определенный проект который будет давать понимание как работает в принципе тело и мы одновременно с аней сейчас организуем этот проект чтобы люди от базы переходили уже более продвинутым семинаром я сейчас стала реабилитологом я восстанавливаю людей с различными патологиями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и параллельно занимаюсь у себя в студии и организовываю проекты вместе с аней ну давай начнем с того почему мы решили сделать эти фир решили фир сделать что допустим мы как уже школа который давно существует и уже с 11 года и что я вижу что а те семинары базовые которые действительно несут какой-то базовый уровень да там базовый уровень анатомии физиологии биохимии они сейчас настолько популярны как популярные замысловатые семинары по реабилитации но давайте начнем с того что не все наши студенты все наши слушатели являются даже просто выпускниками института физической культуры для того чтобы заниматься реабилитации по минимум должны знать хорошо анатомию на базовом уровне базовая анатомия физиология биохимия биомеханика то есть какие-то базовые вещи а потом только с опытом мне кажется все таки с опытом но к 0 но объясними пожалуйста как может быть быть реабилитологом там в 20 лет но когда ты не знаешь что такое более 45 лет быть на самом деле знаете я очень долгий быть прошла к тому чем сейчас занимаюсь и я даже поступала медицинский вуз я первый год отучилась медицинском вузе чтобы в принципе а понять далее то мне нужно это или не нужно к сожалению я столкнулась с тем что образование в россии очень мало и уже это на государственном уровне я пришла я пришла медицинский вуз где в принципе должно быть это на седина у нас находится где должно быть в принципе уровневое образование и я прихожу на анатомию а преподаватель к нам не приходит на анатомию нет не приходит преподаватель а потом говорят а зачем вам преподаватель сфотографируйте план график учите дома самостоятельно по книгам зачем вам мы нужны я такая стою и думаю а в смысле и вот это будущие врачи его также я к сожалению или наверное я не знаю сейчас как учат но к счастью попал на тот момент когда нас на анатомии прям учили и сейчас сейчас очень мало ценности именно вот базовых знаний именно основа основа на что в принципе на какой фундамент все настраивается вот тот дом который должен стоять крепко тот фундамент на который настаиваются все остальные предметы из реабилитации из фитнеса далее более углубленные такие программы как степ хореографии даже и чтобы ее вести нужно знать огромную базу чтобы вести пилаты смат 2 3 и большое оборудование нужно изначально знать откуда мы вообще пришли и вот это сейчас очень мало но часто конечно обращаются ко мне когда мы проводим там трехдневные семинары по пилатусу да а могу ли быть я преподавателем по пилатусу слушайте можете все что угодно учитывая что у вас какие знания есть то есть на самом деле все знания все семинары которые мы проводим они основываются на предполагают что вы имеете какой-то базовый уровень а базовый уровень но плохо не хорошо ли да учат в институте физкультуре в академии или в академии медицинской но в любом случае какие-то базовые знания по анатомии человек получает или самостоятельно просто начинает учить скажу что вот сейчас мне уже 47 лет училась в институте и много наших курсов сейчас сама прохожу курс адаптированной йоги вчера сидела сидела учил анатомии вот синяки аж под глазами вспоминала строение и тоже прихожу к выводу что на самом деле все упражнения фитнесе очень много травмоопасных упражнений то есть знаете когда вы будете знать анатомию биомеханику хорошо то соответственно вы будете знать какие-то базовые упражнения нужно извращаться там каких-то в позах в йоге закрученных или давать сильную функционалку достаточно просто понимать для чего мы даем упражнения зачем к чему она приводит какие мышцы работают и тогда сами многие вопросы будут ну как бы и исчезнут но смотрю что да вот эдик пишет ждем на анатомии 3d будет в крым 22 24 октября в крыму анатомия 3d хороший кстати семинар когда на пальцах грубо говоря выучен атоме я в свое время мечтала так учить анатомии когда нам в институте преподавали сколько нам там сколько часов до было но мы год ходили учили анатомии там эти вот здесь конечно три дня мы так глубоко не будем изучать кости мышцы но элементарный скелет элементарные мышцы куда они крепятся откуда они идут в визуальном да вот тактильный лепишь пластилина мышцы ты прикрепляешь к суставам все это достаточно наглядно и это откладывается на подкорке такое уже не забыть это хорошие семена и секции да есть только это диссекцию ты делаешь самостоятельно послойно вот эти мышцы накладываешь и реально уже понимаешь какая мышца куда крепится за какое движение она отвечает это очень круто вот я хотела поговорить как объяснить нашим студентам что перед тем как лезть сложное изучение функциональных особенностей там человека или в понимании там почему болит плечо да и начинать лечить ну как можно не знать анатомию более расскажи мне пожалуйста вот семинар который ты привозишь люди с каким-то с базовым пониманием анатомии записываются к счастью и которые пришла на этот семинар я их знаю они действительно проходили базовые курсы но половина людей я не знаю и не знаю их реальную подготовленность в этих областях и своего опыта могу сказать что к сожалению к сожалению люди сейчас пришли к такому пониманию как подмена понятий понятия очень сильно подменяются и в основном сейчас это создано для хайпа вот кто вот хайпанет на вот этой теме тот короче вообще круто будет заходит соцсети кто поверхностно может оперировать какими-либо знаниями или аббревиатурами ну тот вообще вот крутой вот сказали общепринятую тему которая сейчас на волне хайпа все это это круто но начиная общаться с людьми намного глубже начинает задавать вопросы по тем или иным темам человек перестает в принципе отвечать на вопросы потому что не знает сути и глубины этого и вот к сожалению сейчас люди пришли к тому что модно сейчас модно неврология да вот будем изучать а что за этой неврологии стоит как ее применять и кому она в принципе применимо люди не задавались этим вопросом это просто модно вот по шарикам поводили туда-сюда раз гибкость улучшилась а на что они повлияли чтобы эта гибкость улучшилась никто опять же этим вопросом не задался я к этому пришла к тому через людей потому что когда у тебя есть определенный клиент с определенной патологией перед тобой стоит огромная ответственность я пришла к тому что вот у меня есть девочка дцп у меня есть сейчас мужичковое такси которым в принципе показаны вот эти все неврологические упражнения и ты должен точечно попасть чтобы увидеть улучшение и когда вот у людей будут такие клиенты у них будет огромная ответственность перед собой и мне кажется только тогда они начнут задумываться да вот это работает когда ты знаешь на что ты влияешь когда к людям приходят относительно здоровые люди они быстро получают результат сто процентов и вот они раз получили что два получили результат и потом думают зачем же мне идти дальше но по факту когда ты этот результат промежуток заканчивается и нужно углубляться просто в моем понимании для этого нужно реально давать ценность людям что они получат вот задайтесь вот кто нас слушает сейчас задайтесь вопросом а что я получу если я углублюсь могу ли я очень сложный вопрос давай начнем с легких вопросов кто проходил анатомию просто поставьте плюсики базовую анатомию да кто проходил анатомию поставьте плюсики а оль и скажи мне вот сейчас самые хайповые темы обучения фитнеса биомеханика функционал паттерн и неврология вот это самый а еще тазовое дно хайповые темы которые либо есть но тазовое дно сейчас уже потихонечку вот алена проходила да она действительно тазовое дно сейчас уже потихонечку начинает отходить но вот биомеханика пилатес вот анатомические поезда очень модно на которые опять же нужно знать базу и нужно знать всю информацию в книге которая в принципе есть анатомические поезда мало кто ее прям досконально изучал но анатомические поезда просто про она без анатомии ну как бы что то как ты будешь анатомические поезда там это и есть самоанатомия там все крепления мышц рассказаны и потом рассказывается соединение это мышц в поезд латеральный медиальный продольный поезд куда вот эти все поезда идут там это все вот это одна ходячая анатомия вопросу другом разберутся это люди или нет но без базы да конечно туда очень тяжело очень тазовое дно что там нужно учить и для чего это пригодится тазовое дно как отдельно тазовое дно она тоже не работает она работает тогда когда ты понимаешь что у нас в теле есть как минимум семь диафрагм семь не одна их семь и когда вот есть понимание как работает эти 7 7 диафрагм одновременно поршни вот эти вот тогда да тогда информация про тазовое дно заходят на тазовое дно смотри ты ведешь я не знаю там ну пускай не пилатес но просто обычный силовой класс обычный силовой класс что нужно просто знать про тазовое дно нужно знать что просто элементарные вещи которые как бы даже на йоге преподают из закрывать закрываться и усилия делать правильно правильно дышать все что-то еще где-то еще применишь тазовое дно хорошо если ты работаешь допустим женщинами которым после 45 до у которых там держание мочи которые после родов окей но это такие знания где в основном применяется на персональном тренинге не в силовых классах ну когда вот у меня скептичный подход уже стал я раньше обожала групповые тренировки я прям приходила кайфовала на них сейчас для меня это немножко скептично потому что сами люди не понимают как работает тело я наверное тот задрот который думает что реально чтобы преподавать любые физические упражнения нужно знать знание это не просто выйти там руками ногами махать это реально нужно знать на что ты воздействуешь конечно если вы хотите дать качество не хайп не аллергию не там драйв какой-то а именно качество и чтобы это было всецело и гармонично взаимосвязано почему это говорю тазовое дно это наверное один компонент который влияет на всю сеть нашего опорно-двигательного аппарата благодаря тазовому дну и внутренним глубокому блоку во что входит тазовое дно зависит здоровье поясницы зависит здоровье шеи зависит здоровье коленей и если это не знать в силовом тренинге то как давайте составлять силовую тренировку что с людьми вот случится если буквально при приседаниях не знать как работает тазовое дно и как его запустить в работу если она не работает до с чего начать запускать в работу тазовое дно если она не работает как дыхание в леток определенные паттерны влияет на в принципе на наше здоровье опорно-двигательного аппарата просто понимая как ты ходишь и как ты дышишь а люди сейчас пришли в минуле этот этап они думают что это все у нас в принципе заложено природой и так в принципе должно всегда функционировать а пойдемте-ка дальше мы же это типа все умеем никто в этом не разбирался поэтапно как мы ходим какие функции запускает наша ходьба дыхание почему мы двигаемся так или иначе не боком не прискоком прямо через пятку мы запускаем стопу запускаем заднюю цепь которая в принципе передняя и задняя цепь нас удерживает тело в пространстве наш мужичок регулирует тонус сгибателей разгибателей если функция мужичка нарушена а так как мы много сидим монотонно что-то делаем мужичок уже нарушает свою функцию и человек нам приходит после 8 часового сидячего рабочего дня и мы ему сразу давайте кроссфит не больно простите и все и что с этим человеком случается или приходит он сидел на ягодицах 8 часов он сидел на ваших ягодицах которые были в растянутом положении какой они сигнал получат от мозга и как ты будешь качать в этом тренажерном зале если ты не запустишь их работу не включишь и только не потом начнешь их качать то есть это это вот настолько вот нужно реальное понимание как работает нервная система как работает мозг чтобы это все накачать потому что многие вот я столкнулась многие приходят тренажерный зал мы хотим ягодицы вот хотим ягодицы хотим красивую опу они восемь часов сидели а если не упомянули что когда-то в детстве они еще на нее упали и в этой области отсутствует хорошая чувствительность то они не накачают вот просто не накачают потому что чувствительности нет мозг уже туда перестает посылать определенный импульс а как мышца будет качаться если нутация таза слышали о таком понятии как нутация таза который в принципе удерживает наш таз и помогает ягодицам быть круглым нутация таза есть такое понятие когда-то сделать вот такие движения у нас ягодичная мышца идет не прямо она идет диагональ и так завершает вот такое движение то есть он движется как так так и так и он вот в 3d плоскости начинает работать и если вот этого движения не существует то ягодица будет мало функционально и у таких людей в основном по статистике наверно восьмидесяти случаях бывает проблема поясница проблемное тазовое дно и колени потому что таз очень сильно зажат и вот этого движения которое должно происходить для красивых упругих ягодиц его нет ну скажи по твоему мнению пилатес он функциональный или нет есть чистый пилатес сейчас ты даешь практику пилатеса практику пилатес я не даю какие-то упражнения там есть классные офигенные но тренировка пилатес не дает тренировку в контексте с функциями нашего в принципе повседневного движения почему я перешла мне очень нравится биомеханика тренировки functional pattern я проходила курс потому что они дают тренировку в контексте не все движения перекладывают на наше базовое движение на ходьбу на бег тягу и на бросок жим и вот эти все движения компонуются и мы в принципе хорошо и качественно органично существуем в пространстве тренировки пилатес там очень много позиции лежа на боку на спине на животе которые в принципе не связаны через неврологию с тренировкой вертикализации который в принципе вот новая тренировка функция биомеханика так называется да биомеханика она в основном все стоя да там да там все в основном стоит там лежа практически нет если это не какой-то подводящие упражнения к глобальному там микро упражнения может быть лежа но потом мы становимся и переучиваем это стоя обязательно потому что грабит применять на эти на оборудование или без оборудования там дополнительное оборудование вообще минимальное это гантельки это мячики набивные тяжелые это тяговые тренажер все и дополнительного оборудования больше ничего не надо ты считаешь что это за будущее за фитнесом я думаю не фитнес я думаю что да потому что биомеханика как-то мы преподавали раньше это хорошо но к счастью фитнес он не стоит на месте он стремительно растет развивается и если 10 лет назад человек который захотел озаботиться о своем здоровье он пойти мог только в районную качалку или в клинику к врачу ортопеда вертубрологу и там получить определенные знания о своем теле то сейчас появилась четкая середина связующая звено я даже сказала между врачом и тренером который просто тренирует тренажерном зале это специалисты по движениях называют определенного четкого названия нет их называют терапевты движения специалисты движения специалисты биомеханики опорно-двигательного аппарата суть одна это специалисты по движению которые должны в принципе заложено в этом понятие рассматривать движение как единое целое и пока этим заниматься только один единственный институт в мире это институт грея только он рассматривает связующее звено в каждом движении в одном большом например в шаге он рассматривает одна кость именно кости это не просто мышцы это кости одна кость запускает в работу другую кость и эти кости позволяют мышцам вовлекаться в работу и менять свое напряжение и растяжение потому что чем отличается обычные тренеры от специалистов по движению обычные тренеры оперируют терминологии мышц мы качаем мышцы укрепляем мышцы эта мышца отвечает за сгибание а эта мышца за разгибание то есть выбрать специалистов по движению они а тренируют движение а уже мышцы они держат в уме то есть это уже иной другой уровень прям скачковый который уже должен предполагать знания неврологии знания анатомии знания принципов работы тела а их у нас три самых главных принципа работы нашего тела и если эти все принципы учтены то я считаю что это да специалист по движению но люди минуя базу они сразу вот хотят быть здесь но здесь быть нереально хорошим крутым специалистам если не знают базу пока не выучишь элементарные вещи кости где находятся какие мышцы крепятся куда так далее но смотри мы с гостевской многие знают гостевскую по как мастера по пилатус в конце в сентября привозим как раз семинар по патологиям тренировки с патологиями уходы а вот такой семинар как ты думаешь будет как базовым я считаю что если это уже тренировка да то эта тренировка подразумевает то что люди уже знают как что куда крепится и как что работает чтобы это вочленить во движение сначала все-таки анатомия а потом патология спорно-двигательный аппарат а если конечно не будет анатомия патология потом биомеханика которая да наверно так скорее всего да потому что биомеханика она уже работает с патологиями именно через вот эту биомеханику человек начинает менять паттерны движения привычные как мы привыкли каждый раз в телефонах сидеть на то как должно работать тело общем понимание что такое паттерное движение расскажи нашим слушателям у нас есть врожденные паттерны с которыми родились паттерн это повторяющиеся цикличное движение например паттерн шага у нас шаг делится на фазы под фазы и он цикличен то есть один шаг переход другой шаг момент вертикали на двух ногах и момент переносов и есть вот на этих переносах там как становится стопа соприкасаться с опорой как насколько градусов сгибается колено поднимается таз и этот цикл ходьбы и есть второй потом врожденный у нас паттерн дыхания и вот эти два два паттерна помогли нам в принципе выжить и к ним добавился еще один паттерн это паттерн броска мы забивали всяких животных раньше и у нас развились при этом верхний кочевой пояс который сочленился с паттерном дыхания и паттерном движение и вот эти три паттерна помогают нам в принципе оставаться функциональными и здоровыми мы идем мы что-то бросаем мы что-то земли поднимаем мы открываем шкаф шифонера своего мы взбегаем по лестнице мы бежим за транспортом это в принципе те движения которые мы делаем обычно регулярно постоянно мы не делаем бёрпи мы не делаем выпрыгивание в обычной жизни если нам нужно куда-то заскочить это не паттерны и вот многие путают знаете вот тренировку паттерна хотя она является функциональной да функциональная тренировка функции организма путают с кроссфитом потому что кроссфит это тоже функциональная тренировка и функции кроссфит развивает функции брать функции он может развивать способности способность скорость какая способность способность как выносливость это способности и физическое развитие человека но не функциональная функциональная тренировка функций дыхания, функций суставов, как один сустав вовлекает в работу другой сустав и вовлекает в работу полтела. Вот это функция. Да, Саша пишет, что без базы скачки между темами создают кашу в голове тренера. Конечно, слушайте, ну, чтобы стать тренером, нужно пройти базовый курс, любой. То ли это институт физкультуры осознанно, ну, я не говорю, когда мы в новости заканчиваем институт и потом занимаемся другими делами, потом вспоминаем, что у нас есть институт физической культуры или медицинский за плеча. Я говорю об осознанном обучении. Кстати, вчера вот ко мне у меня тоже был прямой эфир, девочка обратилась после курсов повышения квалификации на базе академии физической культуры. У них нет вообще движения. Практически все обучение сводится в онлайне с теорией, которая в принципе, она, ну, для тренера, тем более для тренера движения, оно не годится. То есть, в любом случае, нужно дополнительно... Оно хорошо, это бумага, которая сейчас позволяет вам официально работать в качестве тренера, да, но она не даст вам тех знаний, не дает тех знаний, которые применимы для тренера. Расскажу сейчас еще, мы, государство, на самом деле, сейчас выделяет деньги для переобучения инструкторов, тренеров. Да, представляете, какая каша в голове у тренирующих? Конечно. Если вы не наведете порядок у себя в голове, как тренера, естественно, у них занимающих будет, как-то не поймет. Да, хочу вернуться к бесплатному обучению. Сейчас у нас программа есть в Русскилз Россия. Это компания, которая получает деньги от государства и бесплатно обучает тренировок. Вот такое есть. И наши эксперты, Федерация Ольга в том числе, являемся экспертами, где мы вас будем обучать. Мало того, что вы получите документ государственного образца, что вы имеете право работать фитнес-тренером по компетенции, физическая культура, спорта, фитнеса, вы получите качественные знания. И спасибо тем людям, которые нас рекомендовали именно здесь, в регионе. Почему нас рекомендовали? Чтобы это обучение не попало в руки теоретиков. А чтобы те люди, которые сейчас нас тоже слушают, которые пройдут наше обучение, они получат вот такие самые-самые-самые последние технологии и знания на самом деле. Потому что помимо анатомии, биомеханики, кто у нас врач читает, у нас будет аэробика. Может быть, она не настолько популярна, но какие-то базовые шаги для групповых программ мы дадим. У нас будет сила, у нас будет функционалка, у нас будет разбор паттернных зон, что Ольга будет читать у нас, тему какую. У нас будет продвижение себе как инструктора в социальных сетях. То есть вот такие вещи у нас будут очень интересные. То есть обучение нужно. Просто выбирайте качественное обучение. Обучение, что самое интересное, что обучение тоже бывает бесплатно. Просто нужно знать об этом, как бы следите за новостями. То есть мы об этом оповещаем. Как было в прошлом году, была компания «Спорт норма жизни». Это когда государство выделило именно государственным вузам деньги на переподготовку. На самом деле, если у вас есть уже высшее образование, второе образование, даже государство вам не может дать бесплатно. Оно будет в любом случае платно. Это стоит от 30 до там и выше денюжек. А если вы будете обучаться у специалистов, один семинар стоит от 10-ти трехдневный. Вот так вот, чтобы вы понимали стоимость. Но с другой стороны, если вы хотите быть квалифицированным специалистом, и получать хорошие деньги, придется хорошо вкладывать. Без этого никуда. То есть если вы останетесь с бесплатным обучением государственным или каким-то, это будет просто базовый уровень, с которым вас возьмут в места базовые, так сказать. Это школы, садики, я не знаю, больницы. Или дежурным инструктором. Я образно так говорю. Если вы хотите персональной тренировки, если вы хотите развиваться как тренер, быть в тренде, тогда вам придется учиться, конечно, дополнительно. Это стоит, естественно, денежек. Как Ольга нам сегодня сказала, фитнес не стоит на месте. Если раньше это было степ-тач, степ-даун, два хребла, это прихлопы до притопа, там аэробика, это было самое популярное. Сколько лет уже мы в этом фитнесе. Потом популярным стал функциональный тренинг. До сих пор много трений идет насчет функционального тренинга, что это кроссфит или это функциональные какие-то упражнения. Я сейчас так поняла. Сейчас, в моем понимании, все уходит ближе к реабилитации. Но вопрос в том, слушайте, ну мне смешно смотреть многие блоги, где пишет человек, которому там, ну не буду говорить о возрасте, без какого-либо образования или с курсами, трехдневными курсами, о том, что он реабилитолог. Слушайте, люди, ну смешно. Реально смешно. Ну давайте учиться. И на самом деле мне жалко клиентов, которые попадают к вам, просто потому, что вы хорошо ведете блог. Хотелось бы, знаешь, чтобы у всех было где-то посередине, чтобы те специалисты, действительно классные специалисты, могли себя продвигать в социальных сетях хорошо и чтобы они узнали. Вот, кстати, у нас в понедельник начинается курс по тренеру в Инстаграм, я тоже об этом говорю, что самые крутые специалисты, они обычно молчат. А потому что им некогда. Им вообще... Им некогда. Им некогда, во-первых. А во-вторых, значит, чем больше знаешь, тем больше задумываешься о том, а нужно ли это. Потому что смотришь по путешествия, вот было модно тот же Бёрби, да, потом не модно, но окей. Тоже вот это подкручивание таза в пилатесе, все прям так его подкручивали, подкручивали, и в итоге, оказывается, её не нужно подкручивать, да, оно должно. То есть нужно... Так вот смотришь, что вот эти вот все популярные какие-то фишечки проходят мимо тебя, ты их пробуешь, а потом в итоге они оказываются не так эффективны. Не, ну они оправданы на определенном промежутке времени. Это же не просто так создается. Кто-то говорил, что это когда-то помогает при лордозе, подкручивании таза, и это имеет место быть. Но когда человек глубоко не разбирается в теме, поверхность, что он что-то услышал, а человек, который это ретранслирует, он основывается на своих ощущениях. Может, тот человек, который говорил о подкручивании таза, у него был сильный лордоз, да? Абсолютно. Мы слышали одним ухом, не зная глубоко анатомию, биомеханику, или забыли о ней, или лень было нам копаться. Мы это транслируем своим клиентам. А клиент у нас кто с лордозом, кто с кифозом, кто с прямой спиной, да? Это все всем, а потом говорят, что фитнес травмоопасно. Потом момент групповых программ. Групповые программы, это, ну, как вы знаете, мне понравилось, мы как-то были на семинарии у одного юриста, тоже у нас собрал, там, за три копейки на какие-то вещи, говорил, он говорит, понимаете как, этот семинар для бедных. Это мне так закопило, почему? Ну, так оно и есть, То есть ты даешь общее понятие для всех. Кому-то оно поможет, кому-то вообще не в тему, кому-то будет во вред, да? Но столько, поэтому вот все групповые программы, когда к вам люди приходят за 350 рублей, да, они должны понимать, что это программа для бедных. Если они хотят получить персональную консультацию именно для них, и чтобы у них был прогресс, это уже персональная тренировка. И так же во всем, да, и в получении нам знаний. Вот то, что мы бесплатно пытаемся посмотреть в Инстаграме, на Ютубе. Слушай, я на Ютуб зашла посмотреть программу по Пилатусу. Там не то, что Пилатус, это даже близко к Пилатусу нет. Это на первых страницах, да? Вот о чем говорить? Что все, что сейчас показывают, все, что бесплатно, оно не рабочее. Оно, ну как бы, оно для бедных. И оно не рабочее. Оно даже приносит вред. Иногда спикеры не уточняют во время работы, высказывают нюансы, которые зачастую не объясняют. Ну, ну как бы, это, это, это изжиза называется, естественно. То есть они, в любом случае, ну как бы, за там, за 30 минут эфира они вам не расскажут. Это же все продающие эфиры. Бесплатные эфиры, это все продающие эфиры, вы должны понимать. Для того, чтобы вы заплатили девушку персонально с ним работать. Потому что, ну хорошо, что существует интернет, вы можете познакомиться со спикером, понять, насколько он грамотный, там, хотя бы какие-то элементарные вещи, да. Вы можете понять, просто как бы эмоционально вы подходите или нет, вы слышите, понимаете. Бывает спикер такой здоровский, вы его слушаете, но ничего не понимаете. Хотя вроде умные вещи говорит, да. То есть это еще на таком энергетическом уровне. То есть вы знакомитесь с экспертом, вы знакомитесь с новыми направлениями. Это как прийти. Да, ну так оно есть, так они же так и вещают. И самое интересное, что качественных, грамотных специалистов, ну нету в интернете. Они реально этим как бы не занимаются, им некогда. Какой классный у нас специалист, вот, Бабаева Людмила, которая у нас будет читать анатомию и биомеханику. Вы думаете, у нее есть время ввести Инстаграм? На Ютубе это вообще... А, действительно. Ну как бы, знаете, со стречем здесь можно поспорить. Даже на Ютубе у меня кто-то написал, что это за тренер, что это за растяжка, что он вообще садится на шпагат. И там же и мужи отвечают в комментариях, что разные вещи. Сесть на шпагат и людей растянуть, не травмируя. Да, то есть сейчас уже стретчинг, это вообще, это просто... Для хорошего тренера это просто какой-то ад, да, допустим, что делают девочки, мальчики после... Вернее, гимнастические какие-то позы, да, что это вы должны понимать, я надеюсь, все, кто слушает, понимают, что это, ну, просто мастер-класс их достижений, но это никак не равно тренировке для обычных людей. И еще вы должны понимать, я надеюсь, уже настолько грамотные, ну, должны быть грамотные те, которые видят, что, те методы растяжки, которые на них, на этих экспертах, экспертах проводили их тренера в пять лет, да, они уже не работают сейчас, ну, в смысле, для тех, у кого 30, у которых тело не обезображено фитнесом, это вообще, да, не приучено к фитнесу, то есть это просто, это, я не знаю, это просто убийство клиента, но все равно же идут девчонки за этими растяжками, ноги выше головы, там, и так далее, идут, Оль, идут, потому что она блогер, у нее 8 миллионов подписчиков. Ну, знаете, тут еще... Наши клиенты научатся слышать. Это еще вопрос, знаете, вот к здоровью психическому, здоровью клиентов. И во второй момент, что мы взращиваем, каких демонов мы подпитываем в наших клиентах, в принципе. Можно тренировку превратить в удовольствие, а можно в наказание. Мол, давай потренируемся, чтобы улучшить качество тела, или ты вчера жрал пиццу, пойдем, я тебе покажу теперь, как отрабатывать. Что мы взращиваем в наших клиентах, сами же мы, потому что мы ведем весь тренировочный процесс, на нас лежит ответственность за тренировочный процесс, и мы решаем, как его проводить. Это только наше желание. У клиента есть определенный запрос, определенное ожидание. Наша задача объяснить, сможем ли мы с точки физиологии организма прийти к тому или иному результату, и за сколько времени в реальном формате. Не то, что они там не будут есть неделю и постранеет на эти 3 килограмма, или она постранеет за месяц качественно и удерживает этот же режим питания, режим дня и свое психологическое состояние. Ну, то есть, это нужно объяснять, и на самом деле на моей практике наверное, только два было неадекватных случая, когда люди сказали, что, наверное, я ошиблась тренером, потому что меня не убивают на тренировках. Ну, значит, это мне нужно. Да, это тоже, наверное, понимать нужно и принимать, что для каждого тренера есть свой клиент и наоборот, да. То есть, ну, как бы, люди не готовы к осознанным тренировкам. Мы же говорим об осознанных тренировках, да, и сейчас все идет к осознанности. То есть, есть люди, которые остаются в том мире, которым нужна движуха, жиза и так далее. А некоторые уже задумаются в своем здоровье, что будет дальше, да. То есть, не просто 7 минут желания сесть на шпагат, а что дальше будет с моим позвоночником. Да, но это секрет, да, Саша, это уже такой секрет, когда ты говоришь, окей, да, на шпагат, хорошо, ну, как бы, соглашаешься и даешь определенные тренировки, что потом, там, в течение месяца он у тебя остается и понимает, что действительно ты был прав. Хотя вначале, ну, это такой секрет уже, наверное, персонального тренинга, когда он соглашается с клиентом, а делает так, как будет безопасно для клиента. Да, вот клиент к нам приходит со своим миром, со своими ожиданиями, со своими хотелками. Как бы то ни было, мы должны удовлетворить хотелки клиента, потому что он платит деньги, он заказывает музыку. Наша задача сделать это максимально безопасно. Максимально. Да, уходит на занятия. Ну, это просто не ваш клиент на самом деле. Есть же и тренера, которые, ну, как бы, это поощряют формы, да, как бы, минус здоровья, но форма. То есть, и такие клиенты есть, и такие есть тренера. Ну, отдайте им, когда что-то у них будет совсем болеть, они к вам вернутся. Так что так, клиент ощущение, что он второго сорта не сможет повторить. Я думаю, просто будет у вас свои клиенты. Естественно, остаются, понимаете, как я вот тоже вчера смотрела семинар по йоге. И здесь тоже насчет йоги очень много сомнений, что все стремятся к форму, но не к содержанию. Все забывают о том, что йога это на самом деле осознание, это даже не форма, это осознанность движений, это медитация, это ткань. Об этом вообще все забыли и стремятся повторить такие формы сложные, которые подвластны только гимнастам или хореографам бывшим. Учитывая, что я, допустим, спортсмен, я до сих пор какие-то позы не могу повторить. Хотя занималась год осознанной аштангой, это после фитнеса. Ну, спросите меня, что у меня не болит. То есть фитнес, тот, который был жесткий, и даже йога, которая сейчас есть, она не есть здоровье. Да. И вы должны понимать, вы сами, как тренера, должны выбрать себе политику, что вы хотите нести миру. То ли вы хотите здоровье нести, да, и осознанные движения, то ли вы тренер по формам, то ли формы йоги, то ли формы, внешние формы, да, мышцы, и все. Просто определитесь сами, и как бы даже не заморачивайтесь, не обижайтесь на тех людей, которые пришли там и вас не поняли и ушли. Пускай идут, к вам придут именно те клиенты, которые хотят содержания, хотят осознанные движения, которые вас понимают. Просто нужно время и развиваться в этой области. Сто процентов. Так что так. Вот, и хотела вернуться к середине и хочу пожелать нашим экспертам, которые нас слушают, чтобы они научились проявлять себя, чтобы о них узнали те клиенты, которые, ихние клиенты, да, чтобы вы научились себя проявлять, ну, к сожалению, в социальных сетях сейчас это без этого никуда. Я сама себя ругаю, что я очень редко веду там, прям через спинок, да. Но, с другой стороны, а как клиенты о вас узнают? Сарафанное радио отлично, но оно очень долгое. А представляете, сколько людей могут вас лицезреть в Инстаграме, тем более сейчас, я не знаю, людей, которые не в Инстаграме, вот, которых YouTube, канал, Instagram, ну, контакт сейчас не работает, о том, что вы будете транслировать вот свое видение на движение. А те, которых много подписчиков, немножко задумываются об обучении, об осознанном. Но, с другой стороны, пусть они получат тех клиентов, которых заслуживают, и пусть клиенты, которым не нужна осознанность, получат тех тренеров, которые нужны для формы. Ну, такие тоже люди. Значит, с возрастом понимаешь, что все для кого-то нужны, и свою голову не натянешь, и пусть будет так, как все считают правильным для себя. Пока ты не пройдешь этот этап, мы тоже свое время, да, скакали до потери сознания. Я помню время, когда я там, три часа на аэробике, два часа в тренажерке, и потом еще теннис, и так далее. То есть это, наверное, нужно пройти, чтобы понять, для чего тебе нужно осознанное движение. Хотя сейчас молодежь намного осознаннее, скажу, чем в наше время. Очень много грамотных специалистов, и действительно, образование высшее здесь бывает совершенно ни при чем. Все зависит от человека, который хочет развиваться, который копает глубоко, который развивается. Так что вот так. Давай повторим, какие у нас семинары есть, кто с нами до сих пор. Смотрите, с 11 октября, с понедельника у нас стартует марафон по изучению Инстаграма. Очень рекомендую специалистам, которые, хорошие специалисты, но не знают, как себя заявить. Вот элементарные вещи, я просто об этом говорю, просто оформите хотя бы страницу. Я уже не говорю о том, что сейчас говорят, все стори снимать, посты писать, продвигать, тратить на это рекламу. Нет, просто оформите хотя бы страничку. Кто вы? Преподаватель по движению, осознанному движению. Работаю там-то, там-то. Вот мои фотографии, вот я что-то делаю, и так далее. Так, прямо у нас здесь пишут. Они возвращаются. Значит, говорят, нет в интернете, значит, нет нигде. Да, Саш, ну, к сожалению, ну, как-то так сложилось. Хотя вот на днях был сбой, да, в Инстаграме и Фейсбуке. Я так, если честно, я лично вздохнула. Думаю, неужели мне не надо будет париться, что выкладывать в Инстаграме? Неужели, хоть бы вообще не включили, представляете? То есть, настолько он, если честно, он напрягает. Ну, я понимаю, что, допустим, реально люди видят нас вот так вот, никуда не денешься. А потом, какой у нас семинар? Потом у нас семинар, Оля, твой семинар. Биомеханика. А, нет, я не знаю. Да, твой семинар биомеханика. Ты приводишь очень интересный новый семинар. Но повторим, что нужно знать базу. Да, без базы. И мест уже нету, да, Оля? За пять дней вообще все места раскупили. Сейчас идет предзапись на весну. Весной я снова хочу с Андрея. и уже на весну на предзапись двенадцать человек. То есть... За биомеханикой будущее. Хочу сказать, что с одиннадцатого числа, с понедельника, мы начинаем курс, вот этот бесплатный курс переподготовки инструкторов по системе WorldKills. Тоже мест нету, потому что бесплатно. Собираемся только на следующий год. В конце октября у нас будет анатомия движения про надвигательный аппарат с Гостевской. В конце октября у нас в Крыму 3D анатомия. И Pilates 2 в самом конце октября в Крыму. Так что вот такие интересные семинары. Кому интересно, пишите в директ, мы вам всем все расскажем. Оля, что ты еще хотела дополнить? Я прям желаю. Вот я, например, мне, наверное, очень сильно повезло. Я побывала везде, в каждом направлении, где только можно. И в каждом направлении есть то, что будет близко каждому человеку. Я желаю всем не замыкаться на чем-то одном. Вот если есть возможность проходить все. Потому что все будет полезно, и ничего не бывает просто так. Ничего не дается, ничего не создается просто так. Где-то есть определенная логика, определенная вот та изюминка и тот смысл, который запустил этот самый прогресс и сформировал там целое направление того или иного. Где-то логика есть. И вот я желаю пройти все и вот докопаться до этой самой сути, до этой изюминки, с помощью чего запускалось каждое направление. И тогда вы реально начнете понимать суть работы с телом и суть, а что подходит этому человеку, а что подходит этому человеку или этому человеку. Прям вот рекомендую. очень хорошо отрезвляет и очень хорошо развивает. Хорошо, да, Ольпа. То есть попробуйте все, чтобы быть специалистом широкого профиля. Да. И даже если вредно, вы должны знать, почему это вредно. 100%. Ну или для кого подходит. Мы же разные все. Хорошо, Оль, спасибо тебе большое за эфир. Встретимся на семинаре. Мы с тобой делим клуб 17-го числа. Думаю, как бы там поместимся по кабинетам. И ждем всех на семинаре. Все, Оль, спасибо большое за беседу. Спасибо вам. Хорошего дня всем. До свидания. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok